В Бобруйске гости со всей области. Представители регионов съехались на конференцию по продвижению целей устойчивого развития. День начинается с экскурсии по градообразующему предприятию. Белшина – один из самых крупных заводов в Европе. Выпускает более 300 типоразмеров шин, в том числе сверхкрупногабаритных. Бренд завоевал высокую репутацию как у отечественных, так и у зарубежных потребителей. Дальше участники переходят к основной части конференции. На встрече присутствуют иностранные эксперты в онлайн-формате. Спикеры из Германии делают акцент на осознанном потреблении и защите климата на местном уровне. Отмечают, действия каждого города влияют на всю страну. В вопросах устойчивого развития важна поддержка государства и вовлеченность граждан. Мнение экспертов для нас очень важно с той точки зрения, что они участвуют в ряде интеграционных процессов в рамках Европейского союза, в рамках мероприятий, которые есть в рамках Организации Объединенных Наций. Они имеют доступ, прямой доступ к определенной аналитической информации. И вот мы делимся этой аналитической информацией, от них получаем общее видение. Участники выступают со стратегиями развития для своих районов. Среди них и Бобруйск. Планов много. Реконструкция крепости и поиск новых туристических путей. Также открытие вуза для притока молодежи. Разработка задач. В первую очередь, диалог с жителями, экспертами и предприятиями. Для этого даже создана специальная виртуальная анкета. Важный пункт подписания деклараций с двумя бобруйскими предприятиями. Они присоединяются к достижению целей устойчивого развития. Основа для Эковерпро – переработка и использование вторичных материалов. Для спецэкоклининга – экологический аутсорсинг. Что такое циркулярная экономика? Это экономика, которая не предполагает вообще наличие отходов. То есть максимальное задействие всех тех ресурсов, которые имеются на предприятии, вовлечение их потом в повторный процесс, экономический процесс. Вот как раз-таки подписание этой декларации говорит о том, что предприятия, которые ее подписали, подтверждают именно этот принцип. После участники обмениваются опытом за круглым столом. Предлагают новые идеи. А это еще один шаг к достижению цели. К слову, Могилевская область – первая среди всех регионов – подписала стратегию устойчивого развития до 2035-го. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.